Всем привет! Наверное ни для кого не будет секретом, что чертик это одна из наиболее уловистых безмотылок для зимней рыбалки. Вот таких чертей я делаю сам и выходит у меня по времени буквально несколько минут на изготовление, что я вам сейчас и продемонстрирую. Клитье получается, как вы видите, практически идеальное и для этого не нужно никаких форм. Чертики я делаю со сквозным отверстием, то есть леска у меня проходит через всего черта и привязывается к одному из жалтройника. Итак, для изготовления мне понадобится непосредственно сам тройничок, бусинки, кусочек свинца. Заранее изготовил вот такую вот палочку, взял просто щепку и край скруглил на конус. Кусочек проволоки от спирали плитки, если у вас такой нету, подойдет обычная швейная иголка. Кусочек пробки от винной бутылки, лак, чуть-чуть пластилина, надфиль, бумажный скотч, кусок газеты, какая-нибудь ложечка для лития свинца. Ну и какой-нибудь источник тепла для плавки свинца я буду использовать газовую плитку. Чертики изготавливаются очень просто, сейчас вы в этом убедитесь. Качество их получается очень хорошее. Буду использовать вот такие вот тройнички. К сожалению, номер я их не помню, они у меня давно лежат. То есть у них длина 12, ширина 10 миллиметров. Теперь берем кусочек газеты и начинаем закручивать, делать воронку. Закрутили. Далее при помощи кусочка бумажного скотча вот так вот облепливаем, чтобы воронка у нас в дальнейшем не раскрутилась. Теперь отрезаем носик. Слишком узким его оставлять не надо, потому что сюда свинец может не залиться попросту. Поэтому делаем вот такую вот воронку. Опять же с помощью деревяшки выравниваем. Вот что получилось. Взял кусочек спирали от плитки. Отрезал кусочек вот такой вот ровненькой проволочки. Теперь беру кусочек пластилина. Вот такой вот шарик от него отламываю. Надеваем на проволочку. Таким вот образом фиксирую. Пластилин нужен для того, чтобы свинец в дальнейшем при заливке не вытекал. И вставляю воронку. Также ее немного углубляю в пластилин. Вот заготовочка моя готова. Теперь берем кусочек пробки от винной бутылки. Втыкаем туда проволочку. Сразу же выровняем. Все готово к литью. Можно заливать первый чертик. Взял свинца 2 грамма. Чертик у меня будет где-то 1,5 грамма. Приступаем к плавке. Когда свинец расплавился, очень-очень аккуратненько его переливаем в эту вот вороночку. Как вы можете убедиться, пластилин не дал снизу вытечь свинцу, но сам немного расплавился. Это ничего страшного. Дальше все это обработается надфилем. Ждем, когда застынет. Свинец застыл. Теперь можно спокойно вытащить и посмотреть, что у нас получилось. Снимаем газетку. И вот, друзья, смотрите, какое замечательное литье получилось. Теперь отмеряю 1,5 см. И здесь вот обрезаю. Как вы видите, проволочка ходит свободно. Остается только обработать и покрасить. Берем надфиль и скругляем верхний край. Верхнюю часть обработал и скруглил. Можно приступать к покраске. Тут уже дело каждого, кто чем хочет красить. Я буду красить его по классике в черный цвет. Ну и пока лак будет сохнуть, можно заняться смело делать второй, а этот откладываем в сторону. Второй чертик тоже готов. Также его покрашу черным лаком. Кстати, обратите внимание, если делать не воронкой газету, а делать ее ровной, допустим, наматывая на стержень, и вот так же заливать, то очень легко наделать скользящих грузил. Второй чертик тоже готов. Ждем, когда высохнет, и можно ехать на рыбалку. Ну вот и все, друзья. Лак высох, чертики практически готовы. Теперь с помощью иголочки поправляем отверстие, если вдруг туда лак попал. И остается на них насадить только бусины. Бусинки у меня вот такие вот трех цветов. На один насажу белую, серебряную, на второй золотую. Бусинки залазят очень туго, поэтому дополнительно здесь их фиксировать кембриком никаким не нужно. Она уже и так никуда не слетит. Вот такие вот у меня получились чертики. Я думаю, вид у них вполне достойный. Да и работать они будут неплохо. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока и до новых видео.